Всем привет, дамы и господа любители Варкрафта, с вами Леор, и сейчас мы будем играть в компанию, которая называется Война Разложения. Компания эльфов в кровавой войне разложения. Автор карты МС Готчер. Так-то МС это немного другое. МС Готчер, если быть точным. А МС это как будто какой-то рэпер. Первое, что привлекает внимание, это немного другой курсор. Немного другой курсор, вот он, сильно изменяется. Это уже не какая-то обычная стрелочка или рука, как, знаете, курсор альянса или нежити, костяной палец. Вот такой вот красивый курсор, который еще и светится, когда им водишь. Давайте предупреждение пройдем, то есть пролог. Второе, что привлекает внимание, это немного измененная карта. Зерус, горы Зенита, воды Зенита, Лазурное море, Дворяка, Пролив Вальзерца, Весперское море, Треугольный архипелаг, Пирамидальный остров, Тор, Торское море, Океан Вечности, Остров, Белефема. Надеюсь, я правильно все прочитал. Представляет. Война разложения. М. С. Готчер представляет. Война разложения. Извиняюсь, если я читаю ник неправильно. Пролог. Святилища среди двор и акских джунглей. Господин Сизикус Диас, Верховный Понтифик, Каин Азу встречает старого друга Бельшас Навара. Визит не просто дружеский, а крайне важный, ведь Бельшас Навар знает о великом зле, которое пришло в их земли. Я, короче, буду часто запинаться, буду часто запинаться, когда буду все это читать. Потому что этот чертов эльфийский язык, разложение, это яд, способный просочиться даже в самую чистую землю. Узри же мир по имени Васк. Мир воплощенного рая. И мир, что вот-вот погрузится в мрак, пучину хаоса и войны. Мир, готовый кануть во мрак. Тени, подобные угнетающей опухоли. Пока что все выглядит очень красиво. Стражник-святыня. Стой! Что тебе понадобилось в священном храме Каин-Азу? Бельшас Навар. Я хочу поговорить с верховным понтификом, господином Сизикусом. И кто ты такой? Старый друг и мистик из Ара. А, дорогой Бельшас Навар. Рад снова видеть тебя. Идем. Сколько лет, сколько зим, друг мой. Добро пожаловать. Диас. Здесь и впрямь приятно проводить время, но я пришел не предаваться воспоминаниям. Мои видения. Они говорят, глядут темные времена. Можешь не говорить. Я знаю об этом и о том, зачем ты появился. Но я должен. Это нечто большее, чем просто дурное предчувствие. Я пришел предупредить тебя. Это был кошмар во плоти. Чернейший ужас, который можно представить. То, что я видел. Не просто видение, а мор, уже сплетающийся в нити реальности. Продолжай. Иные боги уже подверглись разложению. Они алкают этого мира, жаждая... Блин, не дочитал. Они стоят на высоком утесе войны, глядя на простирающуюся внизу долину, в которой ты сияешь ярче солнца. Они пришли за тобой, верховный понтифик Каин Азу. Пришли разрушить твое великое наследие божье. Какой абсурд! Иные боги! Сама благодетель. То, о чем ты говоришь, никогда не произойдет. Но это правда. Легионы бога Зангтара сейчас у твоего порога. Ты обязан восстать как символ благородства и очистить их сердца от разложения. Увидь же эту заразу своими глазами. Ох, ни хрена себе. Тут еще и орки. Сага фантастической участи и легенды, что является собой эпос, который останется в памяти навсегда. Война разложения. Вот это шикарная... Вот это шикарный пророг. Шикарная компания. Вот это я понимаю. Боюсь, что ты прав. Ну, конечно, я прав. Что мне следует делать? Ты должен обороняться. Ты должен сделать так, чтобы разложение не подчинило тебя, словно других. Смотри, как великий эфилиарх Зангтара уже трудится над осквернением твоей земли. Повторяю, ты должен восстать как символ благородства и очистить их сердца от разложения. Таков твой горестный и святой долг. Компания эльфов. Глава первая. Узлев кошмарное видение, Бельшас Наварра, Сизикус Диас отбывает из святилища Каин Азу, чтобы разыскать нависшую угрозу. Поиски заводят его в мрачные болота и джунгли Двор Яки. Ох, я буду еще тысячу раз запинаться. Еще целую тысячу раз. Воины мои, пришла пора восстать против угрозы, приближающейся к нашей земле. Ну и вот сразу же, первое задание. Наша задача пройти вот так вот по кругу, видимо. Вот так пройти по кругу. И дойти вот до сюда. Так, Великий Эфириарх. Найдите Великого Эфириарха Занктара. Диас должен выжить. Новый вид войска. Эльфийский Страж. Это рядовой боец эльфийской армии, превосходный в ближнем бою. Новый вид войск. Синий волшебник. Чародей, практикующий синюю магию. Арсенал его заклятий. Кольцо льда. Леденящие противников небольшой области голубой огонь, усиливающий ваших воинов и страшная гроза. Вы можете нанимать дополнительные войска в чертоге воинов. Глядите в оба, чтобы не пропустить потаенные предметы для героя. Логово троллей, что? Великий Эфириарх Занктара пришел в ваши земли, чтобы принести неописуемую беду. Найдите его и разберитесь с ним собственноручно. Полиморф. Кристалл вот. Все окружено кристаллами. Так, Святой Крест Каин-Азу. Это, видимо, перерождение. Так, а здесь что? Здесь ничего. Корона. Тут корона. Сейчас все это возьмем. Пока что посмотрим, на что способны наши персонажи. Вернее, на что способны наши подручные. Так, здесь что? Здесь мы можем нанимать войска. Здесь просто дома, которые дают нам пищу. Ничем друг от друга не отличаются, кроме как внешним видом. Тут предметы можно будет собрать. Повышает силу ловкости разум. Способности. Целительная волна. Аура великолепия. Элементаль воды. На пятнадцатом уровне вообще классная штука. Двоих сразу призывает. Повышение скорости регенерации маны. Небольшое увеличение области. Опять повышение скорости регенерации. Небольшое увеличение области. Возвращает к жизни шестел. Перезарядка быстрее. Возвращает к жизни двенадцатил. Давайте пока что исцеление. Эльфийская лучница. Просто стражи. Кольцо льда. Голубой огонь. Гроза. Ну, очень сильные волшебники. Что-то мне подсказывает, что... Вот здесь тоже могут быть предметы. Вот в этих чащах. В этих вот чащах. Тут тоже могут быть предметы. Ну да, вот, например. Так, давайте наш герой пойдет. Сам по себе. Наш герой пойдет сам по себе. Так, а здесь что-то есть? Что-то, что можно подобрать. Так, книга ловкости. И все. Тут просто олень. Который скачет в чащи. Так, за книжкой. За книжкой сходим. Сон притупил наши чувства. Так. Вот здесь тоже что-то может быть. Книга ловкости. Возьмем ее. Ну а здесь вроде... А, книга силы. Тут только книга силы. Очень полезно. А здесь вроде ничего нет. Тут просто лодка. А, и вот книга мудрости. Офигеть, тут просто книг понапихали. Будет сделано. Да, мой друг. Так. А, все, я пришел. Эльфийка, милорд. Недавно с юга пришли тролли. Тролли? Да, откуда им здесь взяться? В этих местах троллей не было годами. Наверное, это случайность. Может быть, они и решили пойти за великим эфериархом, пользуясь принесенным им разложением, как паразиты. Так или иначе, не бойся. Ибо мои войны, и я искренним подобных монстров из этих мест. Во славу Каин Ин Азу. Еще кое-что. Один из наших пропал. Мы опасаемся, что тролли утащили его, чтобы свалить в кое-каком месте. Я буду на чеку. И если он уж пал жертвой троллей, то я уверяю вас, мое возмездие будет быстрым и решительным. Ваши слова дарят надежду, господин. Удачи вам. Что грозит этим землям? Спасите пропавшего эльфа, пока тролли не бросили его в бурлящий котел. Нихрена, чем ты стреляешь. А в ящиках-то ничего нет. Куда ты? Сюда иди. Просто подойди сюда. Но в ящиках-то ничего нет. К сожалению. Глядите в оба, чтобы не пропустить предметы. Да, вроде бы мы пропустили только книжку. Книжку с заклинанием. Вот здесь она была. Если я не ошибаюсь. Да. Ну вот здесь она была. Пойдем. Что-то не так. Пойдем сюда. Так, потерявшийся эльф. А где тролли-то сами? Вот медицинский тракт вижу. А вот и тролли. Джунглевый тролль. Джунглевый тролль. Ну давай, бьем его. Контролим. Ну и хиляем, естественно. Так, пока что ничего сложного. Пока что ничего сложного. Так, а вот еще тролли. Я в гниве. Так, Веген. Отойти. Так, а вы у нас... Вы у нас не можете хилять. Вы у нас не хиллеры. Вы у нас не хиллеры. И хилять-то не можете. Окей. Вы не хиллеры. Это плохо. Так, я нашел базу. Базу тролликов. Давай бьем их. А, этому чуваку... Нужна помощь. Этого убить. Блин, надо было это прокачать сначала. Так, отойти. Я уже двоих потерял. Я уже... Двоих потерял. Ну, мечниками тут фиг. Что сделаешь? Ооо. Еще и волшебника. Еще и волшебника. Так, сколько у тебя хп-то? 350. Это называется фиговый контроль. Эм, я не могу атаковать здание. Почему я не могу атаковать здание? Нет, я могу его атаковать. Так, лязанка дров. И плов готов. Еще и монетка. А где мне купить нового хиллера? Нигде. Так, лучница. Эльфийский страж. По-моему, они тут что-то выращивали. Какие-то кусты. Так, двоих юнитов мы потеряли уже. Ну, давайте наймем кого-нибудь, например. Еще стражей. Еще четверых стражей. Тут, наверное, есть какой-то проход тайный. Нет, нету. Ну, ладно. Нету, так нету. Так, а где все враги? Вот тут, наверное, что-то есть, какая-нибудь книга. Тут вот счастливые монеты. За 400. Очень хорошо. Сюда идем. Целебное зелье. Тут, наверное, сейчас... Ну, тролли. Тролли! Охренеть, сколько тут троллей, честно говоря. Просто охренеть. Какой смысл вообще тогда покупать этих, если выгоднее лучниц брать? Если выгоднее брать лучниц. Вообще, по идее, надо хиллеров сначала убить было. Так, отойдем. Отойдем и отхиляемся. По идее, выгоднее было брать лучниц, но... Раз уж у нас дофига золота, почему бы его не потратить? Лучница ей больше урона наносит. Я часть этой земли. Я просто хочу через исцеляющую волну... Играть. Чтобы всегда хилять своих, если что. Но, к сожалению, один волшебник сдох. И вообще, надо пользоваться магией волшебника. Надо пользоваться магией волшебника. Я как-то вообще не пользуюсь. Так, они идут, идут, идут. Пойдемте пока что, нападем на них. Пока что, нападем на них. Кольцо льда стоит делать? Или лучше эту? Лучше и то, и то. Лучше и то, и то. Ладно. Пока дойдут. Я часть этой земли. Так, волшебник. Убивает. Однако. По идее, так и надо было пользоваться этой магией сразу. Надо было сразу этой магией пользоваться. Давай еще это качнем. И у нас теперь не хватает места. У нас теперь не хватает места в отряде. Ну окей. Эти все сюда пускай идут. Куда-то они тут обходят. Пускай просто идут вперед. Это у нас. Ctrl-1. Это Ctrl-2. Гнев испепелит тебя. Блин, не успел. Не успел, опять же. Эфир какой-то. Как же больно достается нашим стражам. Очень больно. Тут еще фиг поконтролишь. Вот в таких горах особенно. Ну, кстати, можно воскресить. Можно воскресить. Так, кто взял эфир? В смысле, почему он его выпил? Я нажал правую кнопку мыши. А, вот он, выложил. Я думал, он его реально выпил. До исцеления. Так, это бьем. Ну, хотя бы. Хотя бы так. Так. Хотя бы так. А тут нет никакого... Что-то мне подсказывает, что надо вот так вот обойти. И тут будет какая-то книжка или что-нибудь еще. Вот здесь. Ага. Книга знаний. Так и думал. Я этого водного элементаля пока что не качаю. Пока что не качаю. Мы аккуратно сейчас будем проходить. Без потери. Если что, вот так. Будем всех воскрешать. Сейчас, понятное дело, опять тролли будут. А, здесь, значит. Здесь котел-то. Блин. Неловко вышло. Лучницы впереди этих. Лучницы впереди этих. Окей. Значит, нападаем на этих. Что грозит этим землям? Жалкие твари. Данный друг. Будет сделано. Сон притупил мои чувства. Приступай. Я... Ну, я вроде как жив. Данный друг. Тут еще целебное зелье, если что, есть. Эфир. Эфир. Это сделаем. Так. Гоуэть. Главное, наш персонаж танкует. Что забавно. Так. Кому там помощь-то нужна? Ох, как все. Фигово пошло. Ой, что так много троллей-то? Вы объясните мне, что их так много? Закали матор. Что-то не так. Сон притупил мои чувства. Я... Часть этой земли. Так, надеюсь, тело еще не пропало. Так, трое моих осталось. Руна Возрождения, давай. Немного не та руна. Какую я ждал. О, еще и этого убил. Ну да. Беги, малыш. Что грозит этим землям? Что-то не так. Наступаем. Сон притупил мои чувства. Этого убейте. Что-то не так. Сон притупил мои чувства. Так, хильнуть. И давайте уже этого прокачаем. Он у нас, если что, будет в разведку идти. Целебное зелье, эфир. Зачем мне столько целебных зелий? Так, этот предмет подбирать не может. Ладно, давайте в лучницу запихаем все это. Сюда идем. Так, это, по-моему, последний тролль, да? Логово шаманов. Логово джунглевых троллей. И эльф будет где-то здесь. Надо еще все их логово убить. Чем могу помочь? Я в гневе. Убейте этих сначала. Сначала прихвостней убьем. Давай этого теперь. Ой, как он болезненно-то бьет. Критами прямо. Что-то не так. Я даже не успел. И тут даже не успел. Кольцо тролльского здоровья. Окей, я потерял всех бойцов. Тут либо опять же дать воскрешение, либо... Либо что-то еще делать. Давай это уничтожим. Я часть этой земли. Так, надо будет сейчас юзануть воскрешение на двенадцатом уровне. Это вот всех воскресить. Если тела, конечно, не пропадут. Надеюсь, не пропадут. Так, минус логово. У нас есть зато бойцы. Вернее, мы можем купить еще. Мы можем еще купить. Так, давай сюда. Ну, по идее, можно купить. Давайте еще закажем. Что-то не так. Так, сколько тут еще логов осталось у них? Логов. Кстати, можно так пройти. А, это и есть проход основной. Это и есть основной проход. Что ж, я так... А тут что-то тайное. Тут какой-то тайничок, видимо. Счастливая монетка. Грабим... Грабим троллей. Эльфы грабят троллей. Что у нас тут? Что будет сделано. Потерявшийся эльф. А зачем он мне? Эльфейский работник. Основа вашей армии. Работники добывают золото и древесину. Устроят и ремонтируют здания. А нафига он мне? Черток воинов. Зодный дворец. А тут же вроде нет этих-то рудников. Бассейн чудес. Что делает он? А, здесь можно этих нанимать. Окей. Давайте построим где-нибудь тут. Тут можно будет волшебников нанимать. Так, посмотрим, можно ли их воскресить. А то вдруг... Тела еще не пропали. Здесь нельзя строить. Вдруг еще не все потеряно. Нет, тела пропали, к сожалению. У нас и лучница совсем не осталась. Лучницы тоже совсем сдохли. А, тут монетка мешает, понятно. Тут монетка мешает. Так, тут фейк построишь. А здесь? А мы пройдем? Мы тут пройдем? Конечно же пройдем. Конечно же пройдем. Олени убьем. И пройдем. Так, у нас есть какое-то улучшение базы? Мы можем где-то базу улучшать. У нас прям армия мечников. Это хорошо. Следующие противники, видимо, тоже будут очень сильными. Водный дворец. Интересно, почему эти эльфы водные? Потому что тут вода. Потому что они живут на островах. Так, вот синий волшебник. Нужно одного хотя бы нанять. Можно, конечно, еще один чертог поближе сделать. Вот здесь, допустим. Допустим, вот здесь вот поближе. Так, идут там наши лучницы? Нет? Идут. Хорошо. Все. Сейчас подождем их и в атаку пойдем. Нас куча этих... Лучницы. Ну и целебные зелья, если что, есть. Интересно, они могут пить целебные зелья? Нет. Это не рассчитано на... Юнитов. Это на юнитов не рассчитано. Интересно, куда ты будешь относить дерево, если ты будешь его... Рубить? Да, мой друг. Опять же, это контрол-два. Куча эльфов-стражников. Это, вы смотрите, мы еще только половину пути прошли. Хотя, возможно, треть. Потому что миссии длинные и очень интересные. Давай, руби дерево. Интересно, куда ты относить это все будешь. Блин, надо было бассейн чудес еще поставить. Это контрол-1. Это контрол-1. То есть, основные наши войска это мечники, а лучницы и эти дамагеры. Он не знает, куда относить. Нет такого места. Нет такого места, он не знает, куда относить. Так, тут слишком узкий проход. Драться в узком проходе фигово. Драться в узком проходе это фигово. Хотя, наверное, сейчас на нас нападут враги. И заставят нас драться. Оу. Ну вот, началось. Началось! Главное, бьют лучниц. Посмотрите-ка. Ой. Еще и куча энтов. Рожаемся на равных. Так, бойцов не теряем, не бросаем. Так, куда идем-то? Сюда вниз? Или сюда наверх? Тут наверняка что-то есть. Чем могу помочь? Что грозит этим землям? Да, мой друг. Что-то не так. За Халимдор. Тут наверняка что-то есть. Я уже 10 уровня. Это очень интересно. Миссия первая, а я уже 10 уровня. Так, вот, вижу. Вязаночка дров. Сейчас кто-то еще нападет. А, они следят за мной с помощью ящериц. Враг следит за мной с помощью ящериц. Бьем, уродов. Дряда земли. Ты, конечно, красивая, дряда земли. Но тебе конец. Ну, а их много. А я могу в них кастовать-то? О, да, могу. Ну, так в чем проблема? Надо просто хилять своих вовремя. Они вот, главное, бьют хилеров моих. Ой, не хилеров, волшебников. Они выглядят, конечно, как волшебники, поэтому я их и называю хилерами. Блин, мы в какое-то болото зашли. Так. Сцинк. Это сцинк ничейный. Это ничейный сцинк. Так, вот вижу какой-то предмет. Книга мудрости и золото, хорошо. Книга мудрости и золото. А ты пройти туда не можешь, да? Тут надо этих убить, чтобы не мешались. Чтобы не мешались, убьем их. Пока что вроде все хорошо. Мы продвигаемся. Кое-как. Нападаем. Ох, надо исцеление. Нужно срочно исцеление. Так, раненые. У нас раненые. Вот он. Наш раненый. Ну, вроде пока все окей. Пока ничего такого я не увидел. Герой сюда. Не-не, именно герой. Другие-то мне не нужны. Так, кстати, у наших-то маны есть. Еще есть. Книга ловкости, конечно же. Так, здесь что-то есть. Нет, такое трогать мы не будем. А то я только войска зря потрачу. Ну, хотя... Как говорится, Живем один раз. Это я про всех NPC и про всех эльфов. Если что, воскресим. Так, окружаем. Кстати, сюда. Ох, будет сделано. Ё-моё. Так, минус одна. Руна подчинения. В сторону, холопы. Тут руна подчинения лежит. Ну, быстрее. Кто-нибудь ранен? Что-то не так. Тут руна подчинения лежит. Ох. Неплохой размен. Лучница на черепаху. Лучница на черепаху. Теперь это контр-у-1. Не проблема. Ни слова больше. Что-то не так. Ну, сюда идем. Да, мой друг. Что грозит этим землям? Так, ладно. Ваш ход. Взять. И сюда. Так, а мы пока что хильнем своих. Тут раненые есть. Блин, я-то думал. Я-то думал, все будет очень плохо. А у нас черепаха появилась. Это намного лучше, чем обычная лучница, вы понимаете? Мы можем проглатывать и огненное дыхание делать. Хо-хо-хо. Поехали. Поехали. Такое, правда, с эльфами не бывают, потому что у них жир выветливается через длинные уши. Что-то не так. Чем могу помочь? Что грозит этим землям? Да, мой друг. Сон притупил мои чувства. Чем могу помочь? А ну, дура. А, тут еще друид. Что грозит этим землям? Друид как-то опаснее. Ох, хорошо, что я эту волну качаю. Прямо помогает. Здесь что-то есть разведать. Хотя я тут вроде был. Вот здесь вот наверняка книга какая-то лежит. Сейчас, сходим сюда. Да, давайте закроем нашего героя. Чтоб он вообще туда не прошел, не дошел. Сизикус Диас, верховный понтифик. Понтифик Салливан. Что-то не так. Ну, в принципе, я так и думал. Ну, черепаха вообще класс. Я, конечно, не думал. Я думал, из нее какой-то мощный предмет выпадет. А тут вообще прям... Тут вообще прям повезло. Прям юнит, который может дыханием и это делать. Да, мой друг. Окей. Отойти. Дыханием рыкнуть. Возможно, потребуется исцеление. Блин, надо было другое качнуть. Ну, ладно. У нас все равно пока что никто не дохнет. Надо было, по идее, это качнуть. Но ничего страшного. Черепаха съела Дриаду. У нее мана медленно восстанавливается, у черепахи. К сожалению. А ничего страшного. Поехали дальше. Вот здесь предмет. Предмет. Сто процентов. И здесь предмет тоже сто процентов. Сейчас все возьмем. Эликсир мощи. Я не знаю, зачем нужна эта невидимость. Возможно, для чего-то все-таки нужна. Эликсир мощи. Навсегда увеличивает силу. Вязанка дров. Книга ловкости. Тут еще так грамотно сделано, то что ты и думаешь, что тут только вязанка дров, а тут на самом деле еще и книга. Тут специально так сделано, чтобы из-за этого дерева ты не мог увидеть книгу. Вот как надо делать настоящие карты. Варкрафтом. Я грызой даже не пользуюсь. Потому что не надо. Мне оно не нужно. Мне оно не надо. Значит, сейчас идем просто по прямой. Убивая всех, кто здесь будет. Так, один наш сдох, кстати. Один наш сдох. Возможно, придется использовать воскрешение. Адроиды, кстати, ману мне сжигают. Ох, ублюдки. Ох, эти ублюдки. Мана-сжигатели хреновы. Я вам это припомню. Все, маны нет. Так, где-то тут была лучница. Скажите, цель. К нему. Естественно. Так, раненые есть? Есть. Где-то тут еще одна была лучница, у которой больше там маны и нет. Нет у нас больше маны. Сейчас, если и будем что-то делать, то лучше... Лучше, короче, сражаться с помощью кольца. Мне кажется, а то... Вряд ли мне хватит маны на следующее воскрешение и хил. Так, моя жирная лучница не проходит. Чем могу помочь? Что-то не так. Нет, она проходит. Просто думал, вдруг тут... Вдруг тут проход слишком узкий для нее. Что грозит этим землям? Ну, тут вроде никого нет. Так, идем дальше пока что. Черепаха, как всегда, позади. А мне нужно, чтобы она впереди была. Мне-то надо, чтобы она впереди была. А то если она будет сзади, то все будет очень плохо. Вот здесь... А, тут нет предмета, тут не пройти. Наверняка кто-то сейчас на нас нападет, пока мы будем... идти по этой дороге. Наверное, сзади на нас нападут. У меня очень плохое предчувствие. Ой, мечники вообще разделились. Мечники... Не разделятся. Вместе ходить надо. Черепаха опять сзади. В общем, все по стандарту. Все по стандарту. Так, и возможно, вот здесь вот, на мосту... что-то да произойдет. Что-то плохое и произойдет. Может быть, мост обрушится. Может быть, нет. Но вот здесь точно враги будут. Так. Вот он. Ага! Верховный понтифик Каин Азу явился собственной персоной. Великий афериарх Занктара. Должен сказать, хорошо, что ты пришел. Ты, конечно, понял. Это ловушка. Потому что рухнет мост. Да вообще пипец, ловушка просто. Сон придумал мои чувства. Я часть этой земли. Просто пипец ловушка. Сон придумал мои чувства. Давай, хлебай свое зелье. Вызывай элема. Я тебя проглочу, урод. Еще и эти пришли. Так, здесь что? Деревья. Два дерева. Давайте все этого бить. Одного и того же. Так, видимо, придется использовать это. Так, наши сдохли. Это плохо. Но нам как-то насрать. Опять-таки. Панацея. Полностью восстанавливает запас маны и... Здоровье. Целебное зелье. Что-то не так. Так, что еще? Здесь нет никаких предметов. Ну, вот здесь вот, наверное, предмет лежит. Ой, с кем? Кого? Сожрать. А, сейчас один сдохнет. Ну, ладно. Одного-то воина не жалко. Одного-то не жалко. Если бы они все вместе сдохли. Так, вы что стоите не делете? Так, это сделаем. Что он делает? О, ни хрена ты. Не успеешь и глазом моргнуть. Не лучший вариант. Ты уверен? Не лучший вариант. Ну, ладно, окей. Так, тут пройти нельзя, да? Да. Будет сделано. Да, мой друг. Осторожно. Нет, лучница не убиваем. Они мне еще нужны. Вы что? Такой, уберет, убивает моих лучниц. Просто так. Так, големы с атакой сто. Вот тебе ни хрена себе. Големы с атакой сто. Вот тебе ни хрена себе. Я даже не знаю, куда это целебное зелье запихать. Ну, еще, конечно. Конечно, почему бы нет. Ну, и вот сейчас я так должен, наверное, пройти и это уничтожить. И дойти до сюда. Правильно? Или что? Короче, что-то такое. Пока что ничего сложного я не вижу. Ты бы хильнул. Надо еще контролить. Без контроля все очень плохо. Без контроля они добивают наших. Ой, ну как так-то? Че у вас так много? Не-не, только не его. Тойди. Что-то не так. Сейчас, опять надо будет воскрешать. Сейчас, опять надо будет воскрешать юнитов. С помощью этой штуки. Вот наших больше теперь. Так, ману восстановили. Хорошо. Ну и, в принципе, надо еще раз хильнуться. Элементаль воды. Отойти. Контролим. Не-не. Отойдем реально. Что-то не так. Да, мой друг. Чем могу помочь? Сон притупил мои чувства. Такой взял, всем нашим влезал. Голем проклятый. Да, мой друг. Я часть тебя по земли. Так, и сейчас надо что-то с башнями делать. Что-то не так. Да, в принципе, все то же самое. Что-то еще делать-то. Так, один наш сдох. Это плохо. Ой, как мы плохо начали. Как все плохо. Я уже двоих потерял. Двоих, хотя мог потерять. Тут, понимаете, не знаешь, где появится голем. Ты не знаешь, где появится голем. Жившее дерево. А, вот. Что грозит этим землям? Я... Чайник этой земли. Да, мой друг. Сон притупил мои чувства. Осторожно. Ой. Потерял двух этих. Надо было этих. Этого бить. Черепаха пускай танчит. Хотя они переключаются. Вот. Они бьют именно этого нашего. Вау, я ушел от удара. Притупил мои чувства. Это я красиво ушел от удара. Наших совсем не осталось. Совсем чуть-чуть. Правда, тут есть тела, но они пропадают со временем. Блин, я не успею их. Воскресить-то я их не успею. Там на каком уровне? На восемнадцатом, а у меня шестнадцатый. Может, я успею этих двух лестнуть? Ну, они бы сейчас мне совсем не помешали. Но, скорее всего, не успею. Давайте посмотрим. Подождем. Надеюсь, они не пропадут. Давай быстрее. Мы должны успеть. По идее, я успеваю. Одного я точно лестну. А второго нет. Второй сейчас пропадет. Черт. Ну и этот пропал. И этот пропал. Тогда этих можно... Контрол. Давай сделать. Вместе с черепахой. Черепаха, потому что танчит. Ой-ой-ой-ой. Его зажали. Все. Одного мы его зажали. Я еще одного лишился. Я, конечно, могу воскресить, но что-то мне подсказывает, что воскрешение одного не стоит того. Воскрешение одного того не стоит. Что ж, ты впрямь кажешься ничуть не менее силен и умен, чем мне рассказали. Очень раздражает. Но не важно. Теперь ты столкнешься с натиском целой армии. Какой армии? Как бы первую миссию я прошел. Следующая наша задача, видимо, будет одолеть армию то ли нежити, то ли интерлюдия, совет злодеев. Давайте предлагаю это оставить на потом. Это мы потом пройдем. А пока что напоминаю, это компания Война Разложения. А с вами был Леар. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok